Мошенники не дремлют и вновь ловят на удочке доверчивых калужан. Пожилой житель Обнинска лишился 140 тысяч, поверив псевдосотруднице пенсионного фонда. Она позвонила мужчине и предложила ему получить денежную выплату на похороны умершей супруги. Для этого спросила данные карты и код подтверждения из СМС-сообщения. 150 тысяч перевела уже другим злоумышленникам, жительнице Калуги, решив приобрести автомобиль. Но после перевода не обнаружила ни машины, ни продавца. К сожалению, таких разводов с каждым днем все больше. И мы вместе с правоохранителями не перестаем напоминать. Не переводите деньги незнакомцам и тем более не называйте данные своих банковских карт. Новости об интернете, обмане и жители региона поступают нам практически каждый день. Что это? Потеря бдительности, неумение отличить правду от лжи или сами мошенники становятся более изобретательными? Поговорим об этом с начальником отдела управления уголовного розыска регионального МВД Казбеком Зангионовым. Казбек Артемович, здравствуйте. Подскажите, какие же виды мошенничеств в сети сейчас наиболее распространены? Здравствуйте. Уже на протяжении последних трех лет наиболее распространенными видами мошенничества являются такие мошенничества, как продажа или покупка различных предметов, вещей на различных платформах бесплатных объявлений, таких как Авито, Автору, Юла и так далее. А также псевдоинтернет-магазины, где также предлагаются различные предметы, различные имущества для продажи. И второй по популярности мошенничество состоит до сих пор в обзвоне граждан под видом банковских работников. Предлагают защитить свой банковский счет, предлагают отменить оформление кредита, предлагают заблокировать какой-либо перевод денежных средств. И в ходе беседы выманивают у граждан реквизиты банковских карт, различные коды подтверждения, которые приходят СМС-сообщением, после чего списывают денежные средства. И тут важно отметить, что настоящие работники банков никогда такую информацию по телефону запрашивать не будут. Правильно? Да. Необходимо знать то, что работник банка никогда не будет уточнять реквизиты банковской карты, тем более спрашивать какие-либо коды, пароли различные. И в случае даже малейшего риска на осуществление какой-либо неправомерной операции, банковские организации незамедлительно блокируют перевод данных денежных средств, собственно, после чего можно разблокировать данные денежные средства только при личном посещении банковской организации. Давайте тогда обсудим, как же действовать, если поступают такие звонки, особенно часто теряются пожилые люди или люди, которые находятся в какой-то нестандартной обстановке, едут на работу, им поступает звонок срочно, необходимо заблокировать вашу карту. Как не потеряться и какой порядок действий в этой ситуации? Самое главное, необходимо знать, что мошенник, как правило, бывает очень назойливым и настойчивым, может звонить не один, не два раза, и даже в случае, если вы достаточно жестко пресекаете разговор с ним, он все равно будет вам звонить различными предлогами, вас убеждать в том, что он якобы хочет вам помочь. Самая главная рекомендация – это положить трубку и перезвонить на горячую линию того банка, от имени которого он звонит, соответственно, в котором у вас открыт расчетный счет. После чего удостовериться в том, что вашему банкскому счету ничего не угрожает, и более вам уже не надо будет брать телефон от неизвестных лиц и, скажем так, выслушивать от них какие-либо доводы. Также работники банка вам сразу скажут о том, что это звонят мошенники, и дополнительно, если у вас будет желание, и вы все-таки продолжите опасаться за свой счет, вы можете по телефону заблокировать свой банский счет при личном посещении, опять же, убедиться в его безопасности и разблокировать его. А насколько высокая вероятность того, что их реально найти, задержать, посадить? Если касаться статистики, то если говорить о количестве регистрации преступлений, то за два месяца 2021 года у нас наблюдается снижение на 20%, аналогично такому же периоду прошлого года. А если сравнивать количество раскрытых преступлений, то мы раскрыли на 50 преступлений больше, опять же, за эти два месяца. Кто они, эти мошенники? Раньше это были люди, которые находятся в местах не столь отдаленных. А сейчас кто это? Айтишники? Скажем так, сейчас мошенничество в большей степени совершают подготовленные люди. Это выясняется в ходе их задержания. Мы получаем такую информацию, что они имеют достаточно серьезную технику в своем пользовании. Они, прежде чем начать совершать мошенничество, готовятся к ним. У них находятся тетради с, скажем так, моделью диалога, где указано поведение своего будущего собеседника и в каком виде вести, скажем так, диалог с потерпевшим. Ну и возвращаются ли калужанам деньги, которые они переводят мошенникам в случае раскрытия таких преступлений? На протяжении 2020 года нами неоднократно были задержаны лица, которые совершали мошенничество, краж из банских карт данного рода. И, скажем так, большая их часть готова возместить ущерб при направлении уголовных дел в суд. И ущерб действительно возмещается, так как законодательство, скажем так, дает некоторое смягчение в том случае, если преступник возмещает причиненный ущерб. Большое вам спасибо. Будем надеяться, что ваши советы помогут уберечь калужан. Они не попадутся на удочку. Спасибо вам.